Вопросы, которые рассматриваются под хадисом номер 179. У нас пройдет на этом уроке сразу несколько вопросов. Так, все они похожи, нужно не запутаться. То есть нужно уметь различить один вопрос от второго вопроса. Так вот, первый вопрос. Если человек упустил намаз от его времени, то есть по уважительной причине, затем хочет совершить этот намаз, нужно ли давать на него азан и якаму или нет? Понятно или нет? То есть если ты проспал, например, утренний намаз и встал после того, как солнце уже зашло, тебе азан на этот утренний намаз нужно давать или нет? А также якаму нужно давать или нет? То же самое, если ты проспал азар. Например, ты заснул перед азаром, затем проснулся, уже идет время Магриба. Тебе нужно прочитать азар, так или нет? Так, то есть на него ты азан даешь с якамой, или читаешь азар без азана без якамы, или читаешь сазаном без якамы, или читаешь без азана, но с якамой. Понятно или нет? То есть как тебе нужно в этом случае поступить. То есть точнее не то что бывает. Возможно в таких странах как у нас. Так или нет. Как например в зимнее время. Зухар, Асар, Магреб. Между ними расстояние очень маленькое зимой. То есть зимой допустим намаз Магреб может быть уже где-то в 3 часа дня. Так или нет. Асар может быть где-то в пол второго. А Зухар может быть где-то в 12. То есть грубо говоря 3 намаза совершаются в промежутках 3 часов. Человек если он что-то с ним произошло. Как например с далекого пути и так далее. Сильно уставший. Может лишь спать перед Зухаром. И нечаянно проспать сразу 3 намаза. Так или нет. И проснуться во время Аиша например. То есть если он проспал 3 намаза. То первое мнение в вопросе. То есть несколько. То есть больше чем 1 намаз. Говорит. То он должен дать 1 азан. А затем перед каждым намазом и каму. Это первое мнение в вопросе. Понятно или нет. В чем заключается. Если человек проспал 1 намаз. Точнее пропустил 1 намаз. То он должен дать и азан на него и и каму. Если же он пропустил больше чем 1 намаз. То он должен дать 1 азан. И потом перед каждым намазом и каму. Понятно или нет. Говорит. Уаза Кауил Ахмад. Этого мнения поддерживался имам Ахмад. А также Шафии. Абу Саур. И в довод они использовали хадис Абу Катады. Который у нас в главе. То есть в нем четко говорится. То что Беляль. Разве Аллаху. Дал азан. На утренний намаз. Несмотря на то что он был пропущен. То есть время его уже вышло. И они читали утренний намаз. После того как солнце было высоко. Все равно он дал азан. Так. И сказано что пророк Саур сделал то же самое что делал в обычные дни. Отсюда берется что он дал икаму на этот намаз. То есть Беляль дал икаму. И то что пророк Саур прочитал намаз Фаджир. Слух. Несмотря на то что он уже читался в дневное время суток. Понятно или нет. Говорит. Ваби хадис ибн Мас'уд. И также использовали довод хадис ибн Мас'уда. Который приходит у имама Ахмада. В Агайрихе. А также у других. А на наби. Салава Салям. Йом Аль Хандах. Шагалагу у асхабагу аль мушрикун. То что в битве урва. То есть когда мушрики. Окружили Медину. Говорит. Они отвлекли пророка Салава Салям из подвижников. От совершения намаза. Зугар. Аср. И Магриб. То есть. То что они. То есть пророк Салям и сподвижники находились в окружении. Под постоянным страхом. В тот день еще не был узаконен намаз страха. То есть не знали как читается намаз страх. Не было такой вещи в шариате так. И из-за того что постоянно была опасность нападения многобожников. Пророк Салава Салям и сподвижники. Упустили в совершение намаза. Зугар. Аср. И Магриб. То есть дневного после полуденного и вечернего намаза. Хатта хараджа лактуга. Так что время всех этих трех намазов уже вышло. Кала. Говорит Ибн Мас'уд. Фасаллаханнабию салаллаху алейху 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 Белялю дать икаму, и совершил после этого магрит. Из этого хадиса что берется? Что пророк Савасимис-Подвижник упустили больше, чем один намаз, при этом дали один раз разан, и перед каждым намазом дали икаму. Говорит Аль-Хадис. Но проблема в том, что в Иснаде хадисы Ибн Мас'уда есть что? Прерванность. Есть прерванность. Абу-Убейда Яруиха Анабихи Ибн Мас'уд Сын Ибн Мас'уда, кто? Абу-Убейда. Передает от своего отца, то есть от Ибн Мас'уда, и он не слышал от него ничего. То есть некоторые махадисы легкомысленно относятся к этому, то есть легко относятся, говорят, что он сын, передает от отца, так или нет, даже если он от него ничего не слышал, то как бы легко к этому относятся, говорят все равно, вероятно он, что нашел эти хадисы от Ибн Мас'уда, так что они пришли в неизмененном виде. Однако более достоверно, что хадисы Абу-Убейда от своего отца Ибн Мас'уда не принимаются, считаются прервенными. Так или нет? С неполноценным Иснадом. Так. Значит, этот довод у нас какой не установлен, недостоверен. Валякин каджа аль-хадис ана-абис-аид ва-санаду ас-сахи. Но пришел у нас еще третий хадис от Абис-аида аль-худри с достоверным теперь уже Иснадом. Валяй-саси-гезикру азан. В нем вообще не приходит упоминание азана. То есть о том, что они пропустили несколько намазов и что перед каждым намазом они давали икаму. Но не упоминается вообще азам. Азам давали или нет. Так. Ахраджа ана-сай. Этот хадис приводит имам ана-сай. А также другие ва-уфи са-эль-мус-наф. И он этот хадис в книге са-эль-мус-наф и шейха Мухбиля, то есть яс-гезик, считал его достоверным. Саля-атимат аля хадиса абит-атада ва-бис-аид. Поэтому первая сторона должна основываться на хадис абу-катады. В нем что приходит? Что на пропущен намаз дали азан и икаму. Но в нем приходит, что пропустили только один намаз. И что касается случая, если пропущен более чем один намаз, то нужно полагаться на какой хадис? Хадис абу-катады аль-худри. То есть на него основываться. В нем как пришло? То, что пророк, салалу ассаляма, совершил зухр, аср и магриб во время магриба. То есть пропустил два намаза от своего времени. А магриб не пропустил от времени. Так. И сказано, что он дал на зухр и на аср и икаму, а на магриб дал азан. А на магриб дал азан. Вот так пришло в хадисе абу-катады аль-худри, которую мама на сае. Понятно или нет? Это первое мнение в вопросе. Говорит Ассане второе мнение в вопросе То, что должен давать икаму на пропущенный намаз или на пропущенные намазы, если их больше чем один, и не должен давать азан. Это второе мнение в вопросе. Отличается от первого или нет? Отличается. Первое мнение говорит, если пропустил намаз, должен дать и азан, и икаму. Второе мнение только икаму. И это мнение имама Малика, а также Ауза и Исхака, одно из мнений имама Шафия, один из ревятов от имама Ахмада, и в довод они используются хадисы Абу-Саида, на который мы указали до этого, то есть у имама Абн-Насаи. Так, но проблема у них возникает с хадисом Абу-Катады, так или нет, потому что он приходит имаму Муслиму, в нем сказано, что дали азан на пропущенный намаз. Ас-Саилис, третье мнение в вопросе, и воззвинули должен давать азан на каждый намаз, то есть если проспал три намаза, должен дать азан три раза, понятно или нет. Говорит Абу-Кауле Абу-Ханифа, и это мнение Абу-Ханифы уасадалли би-хадис Абу-Катады, и в довод он привел хадис Абу-Катады, так, ва юрадду алей би-хадис Абу-Саид, но противоречит мнение Абу-Ханифы, хадису какому Абу-Саида Аль-Худри. На самом деле, хадис Абу-Катады не рассматривается в вопросе пропуска сразу нескольких намазов, так или нет, так как в нем приходит пропуск только одного намаза, поэтому его не нужно использовать в довод на тот вопрос, где пропущено сразу несколько намазов. Поэтому, говорит, противоречит Абу-Ханифе, какой хадис Абу-Саида Аль-Худри. Фаинан-Наби, салаллаху ассалам, лам юазвин ликулли саллах, потому что в нем не указано, что пророк, салаллаху ассалам, давал азан на каждый намаз. А дал азан только на какой намаз? На намаз Магрид, который он совершал вовремя. Говорит вар-раджих, валлаху аалам, и более правильное мнение из этих трех мнений, и Аллах лучше знает, это первое мнение. Вал азан лил саида лей саби ваджиб. Но азан на пропущенный намаз произносить не обязательно, не является обязательным. Ля на наби, салаллаху ассалам, каза аль-фа-вайт, камаз и хадис Абу-Саид, беду не азан. Потому что пророк, салаллаху ассалама, совершил несколько пропущенных намазов, как это в хадисе Абу-Саида, без азана. То есть дал только икаму. Так, значит, что подпишите у себя окончательное мнение, такое будет. Окончательное мнение в этом вопросе то, что если человек пропустил только один намаз, только один намаз, то на него дается и азан, и икама. Так, дается один азан и одна икама. Давать на нее, на этот пропущенный намаз азан, не обязательно. Не обязательно. Какой довод на это? В хадисе же Абу-Катады пришло, что Биляль давал азан. Хадис Абу-Саид аль-Худри, то, что пророк салаллаху ассалам пропустил Зухра Ассар, не дал на них азан. Понятно или нет? То есть это говорит о том, что человек имеет право выбора. Хочет дать азан, может азан не дать. Но икаму должен дать. Так или нет? Потому что и в хадисе Абу-Катады, и в хадисе Абу-Саид аль-Худри приходит то, что они давали икаму. Понятно или нет? Это первое. Если человек пропустил один намаз. Если же человек пропустил сразу несколько намазов так, то он не дает азан на пропущенные намазы. То азан он на пропущенные намазы не дает, но перед каждым намазом совершает икаму. То есть дает икаму. А азан дает на тот намаз, время которого сейчас есть. Время, которое сейчас идет. То есть, если он пропустил Зухр Асар, а сейчас время Магриба, то Зухр Асар, азан он не дает, а дает азан на какой намаз? На намаз Магриб. А почему мы не скажем, что на эти пропущенные намазы он может дать азан, основываясь на хадисе Абу-Катады? Потому что в хадисе Абу-Катады пропущен только один намаз, а не сразу несколько. И это разница, так или нет. То есть, если человек пропустил один намаз, дает он на него азан или нет, или сразу несколько азанов. Потому что несколько азанов человека может запутать, так или нет. То есть, если будут произноситься три азана через небольшой промежуток, каждые 5-10 минут люди могут запутаться. Так, а что касается хадиса Абу-Катады, то пропущен только один намаз, поэтому возможность запутывания уменьшается при этом. Исходя из этого, если человек пропустил сразу несколько намазов, то он не дает азаны на эти пропущенные намазы, а дает что? Ихаму. А азан дает на тот намаз, время которого сейчас идет. Это окончательное мнение в этом вопросе.